Музыка 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 Так, еще там я слышал кто-то на помощь просит, давайте-ка поможем Музыка 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 Рядом с Бюром. О-о-о-о! ...и вот он покарал нас, послав орды воинов-язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Чтобы никто не палил лучше. Нам лишь нужно попросить его обея. Так, надо было по лестнице так бы быстрее. И я говорю вам, покайтесь, подетенитесь, исповедуйтесь в грехах. Он простит, ибо такова его природа. Мы должны вымаливать прощение, ибо лишь если наши сердца будут чисты, мы... Блин, орёт-то капец как. Ха, со зрением прыганул. Так, когда же у меня будет новая полоска синхронизации? Сколько я заданий-то выполнил? Так, вон, дополнительное задание от информатора. Перед мощью армии короля Ричарда! О! Ну уже давно. Перед этим у меня была кастка, как-то не заметил. Так. Сейчас посмотрим, где этот чувак. По-моему, наверху. Хотя, скорее всего, я ошибаюсь. Нет, он наверху. Нет, он мне зубил. Как хорошо, что ты пришёл, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников. Они мне мешают. Убей их. Всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Напомни, тебя не должны заметить. Иначе они поднимут тревогу и придётся скрыться. А затем начинать всё сначала. Окей. Просто аккуратно убейте учеников. Фу, не спалили. Так, а вот этот придурок смотрит... Как-то неудачно. Отвернись, я сказал. Так, осталось только вернуться, не поднять тревоги при том. Не обращать внимания на это. Я просто мимо пробегал, с неба свалился. Держи, ты мне ничего не дал. Так, можем, в принципе, идти в бюро. Что я, пожалуй, сейчас и сделаю. Я не буду зацикливаться на этих жителях. Там, проще, чебурде и задания. Мне, в принципе, я думаю, достаточно сделать основную часть и убить убийцу. Чтобы прохождение не было слишком затянуто. Так, ещё флажок нашёл. Так, вот тут где-то. У него действительно есть повод так себя вести? А у тебя действительно есть повод так говорить? Следи за языком, собачка, блядь. Птичка, птичка разговаривать умеет? Чё-то тут светло, конечно, чересчур. Книгу хоть зачем вытаскивать? Там пусто всё равно. Даешь мне пёрышко. Как хорошо, что я могу хотя бы отдохнуть. Гарнир. Ну, я гарнир его подаю, что ли. Так, мне кажется, там, если не ошибаюсь, надо будет прорваться через охрану. Для этого нам понадобятся учёные. Как раз таки я надыбал этих учёных. Неужели никто мне не поможет? Ты смеешь красть у меня на глазах? Сейчас помогу. Тебе что-то... Ты урод? Ты делаешь мне плохо? Ты вообще не собираешься ему проще, чем ему... Я убью тебя! А-а-а-а! А-а-а! О-о-о-о! Чего ты сразу? Чего я тебя убью? Ура-а-а! Легко. Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а! Ты умрёшь здесь и сейчас! Я тебя покажу! Ура-а-а-а! Сиди прочь! Ура-а-а-а-а! Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! не кажется ли вот тот охранник который передо мной прям лежал посередине он потолстел немного Сейчас. Хорошо, так где ты? Упс, я уже думал, что за мной кто-то охотится. А это далековато. Хотя нет, не далековато. Блин, чё ты лезешь ещё, не видишь, я тут дерусь. Блин, как я неудачно её задел. Ей даже, по-моему, не больно, как на себя. И мужу это не понравилось. Даже чё. Чё, тебе не холодно так-то? Тебе, конечно, давайте по-хорошему. На тебе по жопе. Дафак. Да. Спасибо, что задержал его, чувак. Ты оказал действительно неоценимую услугу. Теперь я хотя бы смогу смыться. Блин, не хочу я с ним, блин, рядом стоять. Он бешеный. Бешеный придурок. Пошли. Ещё толкаются, блин. Кто-то рыгнул. Нет, помогите, помогите мне! Помогите, пожалуйста! Мальчик, ты кто? Ладно, чё, какой же ты нафиг мальчик. Старый дед с мечом. Уоу. Старый дед с мечом. Уоу. Хватит. Ну-ну. Всё будет хорошо. Нет. Дай мне твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души! Я видел! Я видел! Но не мою! Нет! Мою ты не получишь! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно? И я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Всё это ложь и обман! Он будет доволен только если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных. Ты не удержишь меня здесь! Сейчас снова сбегу! Нет! Не убежишь! Сломайте ему ноги! Обе! Жестоко! Да! Мне так жаль, сын мой! Вам что, нечем заняться? Блин, зачем центральные двери тут, если здесь есть обход? Я не понимаю этого. Так, надо осторожно убить этого придурка. Не-не-не-не-не, чувак-чувак. Просто с меня пройду. Твоё бреди, манав. Говорят, ты можешь ходить. Ты что-то хочешь сказать мне? Не-не-не-не-не, чувак-чувак. Почти забыл. Как это, ну прекрасно. Ай блин! Вот этот бомж мне мешает! Почему вы мне помогли? Ассасин, тебе преподадут урок. Чёрт, я должен тебя убить, пока стража сюда не подошло. Жестоко я его так. Быстро. По крайней мере, стража не напала на меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию. Публичные дома. Тюрьмы от моих вещей. Они вытащили против их воли. Да, но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен. Ты унимаешь плачущего ребёнка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнём. Что ты ответишь? Да, конечно. Но пощётся он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашёл их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь? Я не верил в это. Я это знал. С дороги, придурки, я бегу отсюда. Окей, погоня начинается и неудачный гнекор прыжок. Убей-ка! Не дайте ему уйти! Он должен быть не зарядом. Не отставай! Не дайте ему уйти! Это добро! Не отставай! Не дайте ему уйти! Я тебя загоню! Ассасин! Убейте его! Повезло, не попал в меня, чувак. Он просто так и уйдёт. Уйду, увидишь. Крыгать! Фу, повезло. Свалять сюда. Ну, блин, все. Да, вот сюда прям все столпитесь на эту крышу. Чтоб я целый день сидел. Нет, я че. Я тут. Твою мать! Отставайте его! Он забежал в тупик! К нему конец! Ищите его! Сюда! Не отставайте! Не дайте ему уйти! И сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Кто-нибудь, помогите! Грязный бог! Теперь ж тебе точно отрубят руки! Помогите! Язычник! Ты заброшен все! Убейте его! На, что? Желух! Так, ладно, со всеми страшниками тут разберусь-ка я. Отставайте его! Да он только что убил человека! Грухи! Ты не понимаешь, что я уже проиграл! Я ловлю ножичкам не плохо! Блин, на уши! Блин! Тебе не уйти! Два! Две полоски синхронизации и один до хранения! Ну, с ним-то я распишусь. Наконец-то! Тихо-тихо-тихо! Что я делаю? Чёрт! Я здесь не могу пройти! Отпределу! Я тебя беру! Убейте! Тебе! 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 Отвалите от меня! Так, а теперь попробуйте меня найти! Блин, ну зачем вот это ставить на крышах? Я этого не понимаю. Чтоб прятаться никто не палил. Охранники совсем идиоты, что ли? Сюда, типа, не могут посмотреть. Что нов, Вальтаир? Гарнии мёртв. Тогда возвращайся в Мосяф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, ему было нужно? Прочитай мои мысли. Он бы продолжил на них свои эксперименты. Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не, что он делал и почему, а то, что он мёртв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведём этот разговор? Я... Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Нет, не забудь, чувак. Перемодка на более позднее. Это у тебя ещё в голове. Так. Сейчас нам предлагают отправиться в Мосяф. Что мы здесь делаем? Нас сразу же повысят в звании там. Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить, сбрасывая воинов с крыш и толкая их на стены. Есть новости, Альтаир? Гарнида на блуз мёд. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И всё же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себя других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существуют растения, Альтаир. Травы из далёких краёв, лишающие людей разума. Наслаждениями, дарующиеся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если всё было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствие. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира... То они бы не боялись нас. И мы бы не справились с ними. Ступай. Продолжай работу. Ты вновь повышен в звании и тебе возвращена ещё часть снаряжения. Короче, пошёл ты нахуй, ты повышен в звании и дальше работай. Я так понял. Его взмах в руке и его выражение лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...